Доброе утро! Смотрите, у нас снег. Снег, цветущие вишни. И что это вообще за безобразие в середине апреля? Прямо не знаешь, как уже на эту погоду реагировать. Красиво, конечно, необычно. Зимой снега не было. Теперь, пожалуйста. Уже вообще не знаешь, чего ждать. От природы, от мира, от людей. Но можно повспоминать, какой должна быть зима настоящая. И еще раз доброе утречко. Это уже следующий день. Отмучившись всю ночь с адской головной болью, решила, что нужно выйти немножко подышать воздухом. А так как сейчас, все-таки, несмотря на такую погоду, цветет луча, наверное, или вишенка, или что-то такое беленькое, красивое. Обойду все деревья в своем районе и пофотографирую немножко самой красивой. Потому что нет сил сидеть дома опять за компьютером, наверное, от этого что-то там как раз и пережимается в шейном отделе и начинаются такие головные боли. Так что продолжается день. Сегодня среда пятнадцатая. Вчера было четырнадцатая. И вся неделя будет такая снежно-дождливая, непонятная. Так хотелось верить, что начнется ранняя весна, но ничего раннего не началось. Все будет по графику. С удовольствием смотрю тех блогеров, в которых уже распускается сирень, всякие яблони, солнышко светит. Хорошо, что мы можем обмениваться видео через YouTube. И если у тебя погода плохая, ты всегда можешь посмотреть тех, у кого погода хорошая. А мы с вами будем смотреть на белые красивые деревья. И чтобы быть полностью по этой цветочной теме, возьмем вот сегодня такой аромат. Элизабет Орден, Грин Ти. Так, что-то я уже не вижу, но что-то там связанное с цветами персика. Такой будет веселенький. Вот так вот у нас по всему району цветет. Я так думаю, это алыча все-таки, а не вишня. А может быть и вишня, потому что когда-то здесь были сады. Моё любимое дерево, это вот это, дерево невесты, я его называю. Почему-то оно именно эти ассоциации меня всегда вызывает. Совершенно прекрасное, ни одного листика, только одни цветы. Надо будет подойти в середине лета и посмотреть, какие именно ягоды здесь образуются. Ягоды алычи или ягоды вишни. Потому что не разбираюсь я в том, какое именно растение. Но оно прекрасно. Сегодня, конечно, пасмурный день. И было бы намного красивее все это снимать на фоне голубого неба. Ну и так тоже хорошо. Пахнет. Прямо на расстоянии чувствую, как пахнет. Какие духи сравнятся с настоящим ароматом цветущего дерева? Наверное, никакие. Но, тем не менее, парфюмеры делают попытки воссоздать какой-то красивый цветочный аромат. Иногда это получается. Иногда это их версии. И они бывают нисколько не хуже, чем настоящие цветы. А главное, что пользоваться мы ими можем в любое время. Когда уже нет цветения и зимой, и поздней осенью. И ранней весной, когда еще тоже ничего не цветет. Ну вот в этом году у нас весна ранняя, действительно. Но не сказать, что она особенно торопится. Как видите, еще все деревья стоят голые. Голые, без листиков. Потому что сейчас как раз похолодало. И мы ждем очередного потепления. Надеюсь, к концу недели или на следующей неделе будет просолнечно и потеплее. Ну вот, мы налюбовались этим красивым деревом. Идем к другому. Оно тут тоже недалеко. Но уже так близко подойти к нему не удастся. Порубашик где-то там чирикает. Вот так выглядит сирень. Начинают выпускаться листочки. И тут маленькие такие почечки цветочные видны. Но им понадобится еще много времени, чтобы превратиться в цветы. Вот это еще одно красивейшее дерево. Видно, насколько у нее толстый ствол. Оно старое. Тоже нависает. Но оно находится за забором. А на ее фоне старые башни. Такие, которые сейчас сносятся. И вот такое красивое дерево. Тоже видно, что оно старое. Очень толстый ствол. Раскидистая, высокая. До уровня третьего этажа. Тоже когда-то, наверное, из оставшихся садов. Пока я гуляю от одного дерева к другому, немножко поставлю фотографии прошлого года. Тоже фотографировала все белые деревья. Погода была получше. Смотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У нас весна часто бывает вот такой пасмурный, серый, влажный Скучноватый, конечно, никаких красок, мало цветов Скучаю по солнышку Поэтому так радует любое цветущее деревце Вот это пахнет прямо черемухой какой-то Хотя, конечно, это не черемуха Это очередная лыча или вишенка Надо будет посмотреть, как выглядят цветы И, наконец, разобраться, чем они отличаются Вот это деревце совсем далеко По дворе дома И вот это еще мое любимое Вот такое густое Тоже громадное И пахнет даже на таком расстоянии Вот еще одно деревце Вот такой небольшой тур Цветущим деревьям в моем районе Надеюсь, было интересно Немножко о растениях дома Вот так теперь выглядит мимоза, посеянная семенами У нее уже появились те листья Которые должны реагировать на прикосновения Собственно, ради чего я ее и сажала Давайте посмотрим Листик До него дотронулись И видите, как она начинает сворачивать Может быть, еще не так активно Потому что они маленькие Сразу прячет Это так интересно Ты понимаешь, насколько растения все реагируют На прикосновения Вот так вот Свои листья Такое Общение С мимозой Вот так Сейчас уже буду, наверное, ее рассаживать Потихоньку пикировать Потому что здесь очень густо получилось Почти все взошли Нужно будет рассадить по отдельным горшочкам Вот у меня муха встречает Муха, можно сказать, не встречает Валяется и балдеет по подушечке Да, мушенцы? Не маши лапкой Еще мне подарили вот такое интересное растение Называется болотная мирта Листья у него как у мирта Цветочки будут как у вереска Здесь видны что-то розовенькие какие-то Почечки Но на самом деле цветки белые Очень красиво будет смотреться Так по всему краю будет, как колокольчики Висеть Редко довольно-таки растение Где-то оно даже в красной книге Значилось Но у нас оно растет повсеместно На болотах Не на всех, но растет Вот мне такую Привезли в подарок И здесь тоже появилась новая растенница Вот оно Вот это Называется самшит Тоже, скорее всего, наверное, уличное растение Но, может быть, оно у меня будет Здесь приживется Посмотрим Довольно интересное Можно формировать как бонсай Такое небольшое деревце В общем, такое небольшое прибавление у меня цветочное И напоследок хочется наконец-то разобраться С цветами вишни и цветами алычи Если посмотреть в интернете То, в общем, внешне они-то и похожи Возьмем какой-то такой Не розовый цветок А вот именно беленький И вот он выглядит так А теперь найдем цветы алычи Запомнили, как это выглядит? А вот цветы алычи Собственно, не понимаю Мне кажется, никакой разницы нет Очень трудно различить Все то же самое Может быть Как-то они по-другому расположены Вот так более кучно Потому что, если так смотреть То, в общем-то, та же сама вишенка Так что с этим мы не разобрались Но ведь это же и не главное, правда Главное, что все цветет Все красиво В общем, настоящая белая весна Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!